Кассета пятая Ввиду всего, святая церковь воспрещает вызывание духов. Бывали благодатные явления ангелов Божиих святым подвижникам, когда они достигали высшего на земле совершенства и делали сами уже как бы бесплотными. Бывали им и тяжкие искушения во время подвига от духов лукавых, и такого рода двоякие явления признает церковь, никогда не дозволяя, однако, домогаться вступать в явное общение с духами под каким бы то ни было предлогом. Да и те из угодников Божиих, которые удостаивались благодатных явлений, с недоверчивостью их встречали, смиренно опасаясь искушения от духа лести, могущего, по словам апостола, преобразиться в ангела света. Последователи же спиритизма без всякого страха входят в общение со всякого рода духами, надеясь на опытность своих медиумов или посредников в развлечении доброго или дурного качества этих духов, судя по тому, что они будут говорить. А туманенные самолюбием забыли, что разум человеческий, оставленный на собственный произвол, может подпасть к такому же искушению, какому подверглись наши правцы, когда по внушению духа лести сами возмештали быть как боги, а различать добрые от лукавого. Посмотрите в книге «Деяния апостольских» до какой степени сами апостолы отвергали такого рода общение и всякие волхвования и гадания, которые даже, казалось, им благоприятствовали. Когда апостол Павел и сила проповедовали в Македонии в городе Филиппах, за ними многие дни следовала некая девица, которая имела в себе духа пытливого и гаданиями много доставляла дохода господам своим. Она взывала к народу об апостолах, люди сии, служители Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Что, казалось, могло быть благоговение и такого свидетельства истины и перед язычниками? И можно ли было ожидать, чтобы недобрый, а пытливый дух говорил устами девицы? Это могло бы обольстить неопытных спиритов нынешнего времени. Однако апостол Павел, исполненный иного вдохновения, обратившись к духу пытливому, говорившему устами девицы, сказал, «Запрещаю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее!» И дух немедленно вышел. Не страшны ли это обличения для самонадеянных? Так, однако, засвидетельствовал о том свидетель событий евангелист Лука, написавший книгу «Деяния» 16.16. Хотите ли вы видеть из той же книги «Деяния» до какой степени опасно входить в общение с духами, даже с призыванием имени Господа Иисуса, но без власти апостольской над ними? Некоторые из иудеев, видя знамения исцеления, какие творил Павел, держнули сами призывать имя Господне над людьми, одержимыми от духов нечистых, и говорили так, «Заклинаем вас Иисусом, которого проповедует Павел». Между этими заклинателями были даже семь сыновей одного первосвященника иудейского. Следовательно, люди просвещенные и высокопоставленные. Что же отвечал им дух лукавый? «Иисуса знаю и Павла также! Вы кто?» И человек же, в котором был злой дух, устремившись на них и одолел, взял над ними такую силу, что они обнаженные и избитые бежали из того дома. Это произвело на всех ужас. И многие из тех, которые занимались тайными знаниями, собрали все свои книги и сожгли их, ценой на пятьдесят тысяч драхм серебра. «Так сильно возрастало и действовало Слово Божие», заключает Диаписатель, Евангелист Лука, Диане, 19, 10, 20. Следовательно, Слово Божие воспрещает такое призывание и всякого рода волхвование, которые были воспрещены и в Ветхом Завете, в книгах Моисеевых, где вопрошение мертвых и всякого рода волхвования и чародейства называется «Мерзость языческая», за которую Господь истребил Хананиев. Старозаконие 18, 9, 12. Мы видим еще в Ветхом Завете из первой книги Царств, 28, до какой степени было дело отверженное и преступное заниматься волхвованиями и вызывать душу умерших. Саул перед своей последней битвой с филистимлянами уже отверженный Богом. Когда Господь не отвечал ему ни во сне, ни в явлениях, ни через пророков, решился обратиться к волшебнице, чтобы вызвать тень Самуила. Волшебница сперва не смела приступить к волхвованиям, зная, что сам Саул прежде всего казнил смертью всех чародеев. Когда же, по слову царя, приступила она к чарам, то увидела, как бы богов, восходящих из земли, предстал некто в виде Самуила, пал, как мертвый перед ним Саул, и скорая смерть постигла его в битве. Так страшно совещаться с душами усопших. Бывают и теперь случаи безвременной кончины, предавшихся филистиму, а еще чаще случаи помешательства, которое весьма естественно постигает людей с таким нравственным напряжением, посвятивших себя столь необычайной науке, каково общение с миром невидимым. Возьмем ради примера один из рассказов, обнародованных Вагнером в журнале «Психологиша Штудин», издававшимся Аксаквом в Лейцеге. Описывается несколько медиумических сеансов, происходивших в начале 1876 года, как кажется, в Петербурге. На одном из этих сеансов дух передавал посредством постукивания ножкой устала следующую фразу «Я страдаю, потому что ты не веришь». Вопрос. Кому относятся эти слова? Ответ. К Екатерине Эл. Вагнер прибавляет от себя девица Екатерина Эл присутствовала при этом в сеансе. До того времени ее убеждения были чисты материалистические. Положение известного русского публициста Писарева она считала неопровержимыми догматами, но сила медиумических явлений поколебала и, наконец, совершенно сломила эти убеждения. Вопрос Екатерины Эл. Кто ты таков? Ответ духа. Я твоя подруга Ольга Н. Ольга Н. По убеждению того же атеистка, тоже атеистка, была задушевной приятельностью Екатерины Эл. Она умерла около года перед тем, поэтому сообщения духа глубоко взволновали Екатерину. Затем следуют выписки из дневника Екатерины Эл, доставленного Вагнеру после ее смерти. 29 марта 1876 года, полвторого ночи. Едва эс, я легли спать, как у изголового моей кровати послышался стук в стене. Сновка. Мы уже видели, что стуки могут быть произведены на расстоянии психической силой человека. Несомненно, что и злой дух может производить подобные стуки. Я сначала подумала, что кто-то идет по лестнице, расположенной за стеной, но через минуту повторился стук. И с такой силой, что ЕС обратила на это внимание и меня спросила, не я ли стучу? Теперь я догадалась, в чем дело. Вероятно, это моя Оленька пришла ко мне, сказала я себе. Как бы в подтверждении моих слов раздался глухой стук в стену, как от удара молота, обвязанного чем-то мягким. Ты или Ольга? Спросила я громко духа. Три равномерных удара послужили ответом. Могу ли я спокойно спать в эту ночь? Опять три подобные удара. 30 марта, 6 и 3 четверти часов вечера. Зачем ты, Оленька, стучала вчера в стену? Злые духи мешают тебе приступить к причастию. Ты сперва хотела говеть, но потом раздумала. Я приходила вчера, милая моя, предупредить тебя, чтобы ты им не повиновалась. Я всю эту неделю не приду. У меня много дел. В четверг после причастия я тебя навещу. Итак, ты придешь ко мне после причастия? Да. И я сделаю тебе подарок. Какой же это будет подарок? Ты можешь его всем показывать. Ты это мне подаришь в день причастия? Причастия? Да. В церкви. 1 апреля. Сегодня я исповедовалась. После причастия я отошла на свое место и села. В моих руках вдруг очутился букет цветов. Белая роза и мертвые ветви, перевязанные локоном волос, мне хорошо известных. В этом состоял обещанный подарок. Возвратившись домой из церкви, мы сели вокруг стола. Наш небесный друг был уже между нами. Его первое заявление было следующее. Всех вас поздравляю. Я радуюсь за вас. Душенька моя, довольна ли ты моим подарком? Какое значение ты придаешь розам и миртам? Чистая любовь, вечность. С трудом только я могла удержать слезы. Затем рассказывается, как в одном из следующих сеансов дух Ольгиен объявил, что совершится полная его материализация припосредствии самого сильного из присутствовавших медиумов, а именно Софии Э. в действительном назначенный день обычные члены кружка собрались. Вскоре София Э. впала в каталептическое состояние. Тлантс. Ее положили на диван и закрыли занавеской. Через несколько времени из-за занавески всплыла Ольга Энн. Вся в белом. Она ступала ровно, спокойно. Подошла к Катерине, взяла ее за руку. Обняла и погладила лицо рукою. Затем обернулась и исчезла в воздухе. На одном из следующих сеансов, происходивших в темноте, облик Ольги Энн опять явился и при прощании покрыл Катерину Эл газовым вуалем. После этого Екатерина Эл недолго жила. Она умерла чехоткой, но до самой смерти сохраняла букет и газовую вуаль, как дорогие воспоминания своей подруги, и велела их даже положить, похоронить вместе с собою. Но ее мать, женщина строгих религиозных правил, считавшая все явления медиумизма делом нечистой силы, выхватила из гроба букет и газовую вуаль, и выбросила их, как вещи опасные для душевного спасения умершей дочери. Заметим здесь прежде всего, что опыты, подобные описанным, редко проходят даром для лиц, участвующих в них. Они сильно расстраивают нервы и влекут часто за собой болезненные припадки и даже смерть. Так Екатерина Эл, получившая от духа Ольги Энн букет и вуаль, умерла вскоре, потом от изнурительной чехотки. Так София, служившая медиумом, чувствовала себя нездоровой целых восемь дней после сеанса. И на левом боку у нее оказалось большое багровое пятно. Но, заметим еще, что в приведенном выше примере заявления духов сохраняли совершенно приличный характер. Не было ни щипания, ни бросания камней или обливания водой, ни битя мебели и посуды, ни играний на гармонике или извинения в колокольчик. При обилии спиритической литературы мы имеем в этом отношении громадный материал. Насколько бывают справедливы показания духов, читателю веют из следующих двух случаев, передаваемых графом А. Толстым. Однажды вечером мы сидели в доме моей тещи, княгини Волконской. Накануне теща моя с младшей дочерью, тогда еще девицей, была где-то на бале. Стали искать бриллиантовых серек, которые накануне надевала молодая княжна. Но нигде не могли найти их. Нам предложили в виде шутки погадать об них на тарелке. Вышел следующий довольно длинный ряд вопросов и ответов. Вопрос. Куда девались серьги? Ответ. Украдены. Вопрос. Кто украл? Ответ. Дуняша. Нужно заметить, что в числе прислуги было несколько женщин с именем Авдотья. Одной из них няни детей, некий Грязевых, всегда звали по отчеству Савельевной. И почти не помнили имени данного ей прекращения. Мы продолжали опыт. Вопрос. Какая дуняша? Ответ. Савельевна. Вопрос. Куда спрятала? Ответ. Отдала племяннику. Все знали старуху няню за честную женщину. Но из любопытства справились и узнали, что часа за два перед тем приходил к ней мальчик-племянник. Пробыл недолго и ушел в большом смущении. Невольно возбудилось подозрение против Савельевна. Между тем воротилась домой уезжавшая на целый день старшая сестра жены моей Грязева. О чем вы тут хлопочете? Чего ищете? Спросила она. Мы рассказали ей историю о серьгах. Они у меня в шкатулке, сказала она, засмеявшись. Я увидела их поутру на столе и нарочно заперла, чтобы не пропали. Действительно, серьги оказались в шкатулке. Мы все были поражены искусно сплетенной клеветою, в которой незабытый мальчик, поспешивший уйти от строгого выговора тетки за какую-то шалость. С того дня такая забава нам опротивила, и мы ее бросили. Другой опыт случился недавно в Петербурге, в квартире зятя моего князя Голицына. Там собиралось несколько молодых людей, приятелей хозяина, которые занимались спиритизмом. Ответы на вопросы получались через удары под столом, на котором лежали руки участников опыта. Когда неведомый дух дал знать стуком о своем присутствии, ему предложили вопрос. Кто ты? Я Иосиф Мудрый, отвечал он. Когда ты умер в начале 1516 года? Что ты нам скажешь? Любите Бога и святых Его. Те, которым дух давал эти ответы, ничего не знали об Иосифе Мудром. Спросили меня. Я припомнил, что некоторые из учеников преподобного Иосифа Волоколамского называли его Иосифом Мудрым. И что указанный год близок ко времени его кончины. Навели справку. И оказалось, что представление преподобного Иосифа, представление, означено в связках по 9 сентября 1515 года. Разница в годе могла зависеть или от ошибки считавших, или от счета с новолетия с 1 сентября. Видимо, что говоривший с нами дух хотел видеть себя за богоугодного праведника, много потрудившегося в защите православной веры против ересей. Но как узнать, правду ли он говорит или обманывает? Апостол Иоанн подает нам верный способ для распознавания духов. Он говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много уже пророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста. Основываясь на этих священных словах, я попросил вступивших в общение с духом спросить его, исповедует ли он Сына Божия во плоти, пришедшего. Этот вопрос остался без ответа. А когда повторили его, тяжелый ореховый стол с треском двинулся почти на оршин вперед. Сноска. Нетрудно верить, что в этих случаях от лица умерших действовал дух зла, клеветы и неверия, то есть дьявол Григорий Диченко. А вот отрывок из замечательного рассказа Кускова, помещенного в страннике. 1885 год. Придя домой, я взял бумагу и карандаш сел к столу. А одной минуты не прошло, как карандаш начал писать. Ты опять пристаешь, прошу тебе. Карандаш вдруг остановился, перестал писать. Потому что в это время я начал мысли читать молитву, да воскреснет Бог. Переставши читать молитву, я спросил, что же ты остановился, почему не пишешь? Я писал тебе, чтобы... Начал было писать карандаш, но опять вдруг остановился, потому что я опять начал читать ту же молитву. Что же ты не пишешь, спросил я. Или ты боишься молитвы? Ответа не последовало. Напиши, кто ты такой. Если тебя молитва устрашает и не позволяет писать, значит ты никто другой, как тот, кто искушал Бога в пустыне. И на этот вопрос ответа не было. Тогда я сказал, именем Бога Всемогущего требую написать, кто ты. Карандаш начал тихо наклоняться к бумаге и медленно написал. Да, я тот, кто искушал Бога в пустыне. Это неожиданное открытие так меня поразило, что я вскочил из-за стола и бросил карандаш. Писание карандаша в руках медиума с изменением его посерка и даже на незнакомом ему языке может быть объяснено подсознательной деятельностью пишущего медиума. Или телепатической передачей мыслей участников сеанса. Тут причины, хотя мало изученные, но все же психофизиологического характера. Но, как мы видим, и демоны могут воспользоваться этим для своего проявления. Злой целью обольщения людей. Жена спросила, что такое случилось. Я сказал ей, кто писал нам карандашом, который опять тут же взял и требовал написать. Кто именно производил стульки в столе, приводил его в движение и отвечал на вопросы. Карандаш написал, я злой дух. Я требую, сказал я, чтобы ты оставил нас. С этого времени мы оставляем занятия со столом и карандашом. Карандаш медленно и как бы удаляясь написал, не приду. Первую букву большую, вторую меньше и так далее. Последнюю букву У написано было очень маленькое. Сделавши такое неожиданное открытие, мы решили немедленно сообщить о том нашим знакомым, которые, подобно нам, занимались спиритизмом. И чтобы уничтожить и следы наших занятий, я собрал все свои записки, вроде дневника и листки, на которых дух написал карандашом, и все сжег. И на каком основании, кроме их собственного льстивого уверения, принимают спириты лукавых духов этих, замнимые души усопших или вызываемые? Не так свободно общение с ними, как они предполагают, если только хотят веровать в Евангелие. Мы знаем из Священного Писания о многократных явлениях ангелов человеческому роду, которые все, по слову апостола Павла, суть служебной духи, посылаемые на служение тем, которые наследуют спасение. Евреям 1.14 В противоположность ангельским явлениям мы слышим также предостережение апостола Петра, который говорит, чтобы мы бодрствовали, ибо противный нам дьявол ходит, как рыкающий лев, ищущий, кого бы поглотить. И апостол Павел предостерегает нас также, что наша брань не с кровью и плотью, но с нераправителями тьмы века сего, с духами злобы поднебесных. Но никто из апостолов не внушает нам о каком-либо общении с душами усопших, которое бы могло служить нам руководством в этой жизни. Мы, православные христиане, признаем благодатное явление ангелов и святых людям, удостойным особенной благодати от Бога. Но никак не можем верить, чтобы каждый человек, или, по крайней мере, каждый медиум, мог бы по произволу, как бы по звуку колокольчика, известной формулой вызывать кого бы ему угодно, из царства мертвых, злых и добрых, и даже святых. И те должны непременно являться, как бы под влиянием какого-то чародейства. И это не достойно ни святых, ни самого Бога. И вот почему в тех случаях, где не оказывается какое-либо шарлатанство, а действительно является что-либо необычайное в ответах, мы это приписываем не душам усопших, а лести демонов, за них отвечающих. Но демоны эти нам не страшны, и напрасно нам насмешливо обвиняют нас в такой боязни последователей спиритизма. Потому что мы вооружены против их лести крестным знамением и самой молитвой Господней, Отче наш, в которой, несмотря на ее краткость, есть и предостережение против дьявола. В ее последнем прошении, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Если бы чаще о том помышляли упражняющиеся в спиритизме, то они были бы осторожнее в своих отношениях с домашними духами. Нельзя, однако же, сказать, чтобы слишком разборчивы были спириты насчет своих духов во множестве вызываемых. Любопытно ведь, до какой степени не сведущи в текстах Евангелия, и как искажают их не только ученики, но и самые загробные учители, как, например, доктор Грант с восторгом описывает свое изумление при первом откровении одного духа, который разумными звуками простучал следующую фразу «Умужайся даже и после чуда, потому что неверующие изгонят тебя, как иудеи прогнали слепорожденного от святого Иоанна Крестителя». Тут даже выстрелены, откуда этот текст, глава Иоанна 9. Не угодно ли открыть эту главу и найти в ней хотя бы одно слово об Иоанне Крестителе? Дело идет об исцелении слепорожденного самим Господом. Кто же тут ошибся, дух или автор? Однако он в своих примечаниях свидетельствует, как отчетливо каждый стук выражает известные буквы, и что из этих букв составляются слова, хотя и медленнее, но даже отчетливее тех, которые пишутся на бумаге под влиянием духа. Итак, в этом случае дух пролгался, а верующий мой автор, не уступая ему в невежести в познании Священного Писания, так и пустил в печать свою нелепость, которые с благоговением приемлют спириты. Ссылка. Конечно, здесь речь идет не об ученых спиритах, вроде немецкого ученого Карла Депреля, английского Крукса, русских Оксаков, Бутвера, Вагнера и других, которые чужды суеверию спиритизма. Если они занимаются им, то с целью изучить таинственные явления в области человеческого духа, с целью доказать бытие его и посмертное его существование. Едва ли можно порицать их за это. Григорий Диченко. Между тем, упомянутый доктор Грант изумляется духовным познанием своего домового, говоря, что эти указания на Священное Писание с значением самых глав и стихов свидетельствуют о познаниях мнимого духа по этому предмету, ибо физически невозможно пишущему медиуму запомнить все эти числа. Каково же обличение невежественному духу или тем, кто ему верит? Я здесь привел только ошибочные указания на Евангелие, сделанные духами, но страшно видеть, как они искажают в свою пользу не одни лишь слова, но и самый смысл изречений Спасителя. Они хотят основать на Евангелии свой языческий догмат о переселении душ и многократном их перевоплощении, потому что сами не уразумели спасительные заслуги Сына Божия, которого искупительная кровь одна только может очистить грехи наши. Какой же евангельский текст приводит в себе во свидетельство? Беседа Господа с Никодимом и, собственно, слова Христова о том, что необходимо родить от воды и духа, чтобы войти в Царствие Небесное. Сам глава новой секты Кардек указывал на этот текст, не понимая его таинственного смысла, и говорил, что учение о перевоплощении душ, которому должны все покориться, заимствовано не у язычников и даже не у христианского какого-либо автора, а из самых слов Иисусовых, и весьма ясно выражено в Евангелии Иоанна. Желательно было знать, какое отношение имеют к переселению душ слова Господни. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может видеть Царствие Божие. Слово «свыше» верно переведено из греческого подлинника, переведено на французский язык «снова», что дает ему иной смысл. Когда же Никодим спрашивает, как может человек родиться, будучи стар, Господь очень ясно указывает на таинство крещения, говоря, если кто не родится водой и духом, не может войти в Царство Небесное. Таким образом, каждый христианин рождается свыше в благодатных водах крещения. И тут нет уже ни малейшего намека на переселение души с тела в тело и с планеты на планету. Можно ли столь хульно искажать священный текст и лгать на самого Иисуса Христа? Вот и другой текст из Евангелиста Матфея, приводимый Кардеком. В главе 17 сказано, «Ученики спрашивали Господа, почему книжники говорят, что Илье подобает прийти прежде?» Иисус же отвечал, «Илия уже пришел, и не познали его, но сотворили с ним, что хотели. Так и сын человеческий от них пострадает». Тогда уразумели ученики, что он говорил им о Иоанне Крестителе. Из этого заключает Кардек, что так как Иоанн Креститель был то же, что и Илья, то душа Ильи воплотилась снова в теле Иоанновым, так как, по его мнению, одной жизни недостаточно для исполнения судеб Божьих. Читал ли Кардеку Евангелиста Луки 1.17, что предсказал Архангел, явившийся в храме отцу Иоанна? Священнику Захаре о рождении его дивного сына, что он многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предвидит перед ним, то есть Мессию, духом и силою Ильиною. Это пророчество осталось в памяти у иудеев, поэтому они спрашивали, когда Иоанн стал проповедовать в пустыне, не он ли есть Илья? Иоанн же прямо отвечал им, нет, Иоанн 1.21. Кажется, ясно такое свидетельство, и не следует объяснять его иначе. Надо бы вспомнить еще, что по свидетельству священника, священного писания, святой порок Илья не разлучался с телом, не умирал, следовательно, не мог и принять нового тела. Я привожу все эти тексты из Евангелия для верующих, то есть для православных христиан, для того, чтобы их не извивали лжеучители искаженными текстами, в которых не каждый может подметить обман, для тех же, которые увлекаются всяким ветром ложного учения, нет пользы ни в доказательствах против спиритизма, ни в самых текстах евангельских, лишь, если они слепо убеждены, что с ними беседуют духи, и духи добрые, то может ли быть принято ими какое-либо человеческое слово, когда даже евангельские слова искажают по своему произволу их духовные учители с того света. Невольно вспоминаются здесь слова одного германского мыслителя. «Остерегайтесь иметь дело с тьмой, уже потому, что вы не знаете, что может скрываться во тьме, и потому что тьма сама себя не знает». «Еще предостережение от занятий спиритизмом. Главнейшее основание учения спиритов – сообщение духов – представляет собой нечто весьма странное. По словам спасителей, учения нашей Церкви, умершие продолжают жить и за гробом сообразных земной жизни. Грешники в муках, оправедники в небесных селениях. Сердечные молитвы живых за усопших доходят до Господа и ослабляют мучения страждущих. И они, уже очищены этими молитвами и претерпенными муками, явятся перед Господом в день суда его. По учению спиритов, во время загробной жизни душ умерших могут иметь общение видимое и невидимое с живущими на земле, и могут на спиритических сеансах говорить с людьми, или, видимо, материализуясь в своей имевшейся при жизни на земле форму, или невидимо посредством постукивания столом, например, писания карандашом, или вождением блюдечка по бумаге с написанными буквами-азбуки. Таким-то путем, посредством сообщения духов на сеансах, и было сообщено спиритам учение о перевоплощении человека. Эти сообщения невидимых духов, как говорят спириты, давались или сыном умершем, или покойной дочерью, женою, сестрою, говорящего спирита, и даже ангелам, феодорам и архангелами. Какое же значение могут иметь таким путем даваемые сообщения? Общение человека с загробным миром не отрицается, как уже сказано, нашей Церковью. И в ее летописях встречаются описания более ярких случаев такого общения многих подвижников Церкви в одни их земной жизни. Так многие из них видели в дивных образах, в часы бодрствования и в вещих снах, святых угодников Божьих и Пресвятую Богородицу, например, Святой Сергий Радонежский. Но точно так же им приходилось видеть, как указывает жизнеописание многих, и злого искусителя в виде прекрасной женщины, полной сладострастия. Поэтому не представляется никакого сомнения в том, что и общение Духа, и принятие им временно телесной формы человека, возможно только для чистейшей и совершеннейшей святости, или для абсолютного зла. Какой же категории духов принадлежат те, которые на сеансах говорят под разными именами и выделывают всякие штуки, от подъема стола до бросания всяких предметов и звона в колокольчик включительно? Они дают ложное толкование Святому Евангелию и сообщают с темитом о перевоплощении человека, то есть распространяют учения, не согласные с заветами Иисуса Христа с учением православной Церкви, а следовательно эти духи тьмы, а не света, от которых каждый верующий христианин должен отстраниться с ужасом и отвращением. Таким образом, в своих исканиях чудесного из-под блюдечка или из-под ножки стола, спириты могут встретить такие новые чудеса, что окончательно запутаются в своих верованиях. Чтобы избегнуть этого результата, необходимо бросить опасные сеансы или относиться к сообщениям духов крайне осторожно, и прежде чем следовать их указаниям, поразмыслить о том, насколько слова и советы духов согласуются с учением Спасителя и с постановлениями Его Святой Церкви. Продолжение следует... Продолжение следует...